всем привет вы на канале лазница меня зовут вика и я хочу сегодня поделиться с вами красивой прической вечерним вариантом который подойдет на любой случай жизни имеем вот такие вот тонюсенькие волосики но ничего сегодня у нас будет полностью щадящая прическа то есть никаких накруток плойками утюжками и всем прочим мы будем крутить волосы на шарф да будем крутить по моему методу как я показывала на носки сегодняшние прически нам нужны будут завиты кончики от лица поэтому я буду использовать один элемент для накрутки это сегодня будет шарф чтобы получились такие крупные локоны вы можете его не складывать так много раз потому что у меня получились только на кончиках локоны лучше чтобы они у вас были мельче и начинаю накручивать по своему принципу кладу шарф по центру головы беру одну прядь оборачиваю шарф возвращаю ее в прежнее состояние и с другой стороны беру прядь и также оборачиваю затем добавляю пряди подхват и оборачиваю шарф то есть у нас получится благодаря такому способу очень крупные локоны то есть не такие мелкие как в прошлом моем видео с носками а более крупные кончик я просто завязала резинкой и все волосы у меня были помыты и я высушила их почти до конца то есть когда вы чувствуете что они еще такие влажные и пошла делать свои дела на пару часиков проверяем волосы чтобы они не были влажные если все высохло все можно снимать шарф и у нас получаются вот такие вот волны если у вас волосы длиннее у вас будет вообще эффект вау а главное чтобы все высохло проверить посмотрите очень круто такие натуральные локоны получились без всяких заломов берите на заметку и продолжаем делать дальше прическу я отделяю височные зоны как вы видите от той точки где у меня заканчивается пробор далее отделяю прядку на затылке и буду сейчас начесывать прядку оттягиваю наверх даже чуть-чуть наперед завожу расческу сантиметров на 10 вверх и протягиваю вниз то есть делаю такой плотный начес начался обязательно фиксирую беру следующую прядку и делаю тоже самое и так подчёсываю всю затылочную зону затем попрядно возвращаю все прядки назад и в принципе ничего так прическа получается уже можно так идти ладно я шучу продолжаем теперь укладываем наш начес немножечко сглаживаем верхние прядки делаем не такой объемный а такой как нам нравится как нам подходит смотрим зеркало обязательно на себя и потом я пробрызгиваю лаком когда уже прогладила начес сверху и подкалываю невидимками то есть делаю каркас от уха до уха делаю так называемую талию нашей прически и место где у нас будут крепиться все элементы за счет этого у нас будет очень прочная прическа и так сделали каркас пробрызгали лаком и теперь будем работать с височками я люблю оставлять прядки у лица поэтому я вытягиваю пару прядок и начинаю плести обычный колосок с подхватами а в колосок когда я плету я сразу увожу ручки назад то есть даю направление колоском потому что если вы просто заплетете на себя колосок наперед или вниз то потом у вас между макушкой и этим колоском будет такая залысина а так вы видите что залысины нет потому что я сразу направляла колосок назад в нужную сторону так заплела я косичку и заколола ее вдоль нашего каркаса можно немного подвытянуть можно много подвытянуть это как вы любите объем у лица я сегодня решила не делать сильный объем и перехожу к второй височной зоне с этой стороны где у меня больше большая часть волос вы видите я начинаю как с треугольничком плести и беру подхваты со стороны макушки вертикальные чтобы у нас коса плавно перешла в макушку и не было такого что видно прям что коса плелась отдельно если вы будете вертикально пряди брать подхваты то у вас не будет такой проблемы и также отвожу косу назад уже в нужное мне место доплетаю и подкалываю и как вы видите у нас нету залысины между косой и макушкой прочесываю все волосы которые у нас остались и сейчас буду попрядно укладывать их в пучок беру прядку скручиваю ее от лица беру расческу с крупными зубчиками и немножко взбиваю то есть я не не подчесываю не делаю начес а просто как бы локон подтягиваю вверх затем ручками растягиваю локон и фиксирую сразу лаком потому что он должен сразу уже принять форму так держаться и вот так вот сверху вниз я растягиваю локон как можно больше то есть пытаюсь выжать из своих тонких волос максимум так как мы не применяли ни гофре не делали такой крутой завиток поэтому я стараюсь выжать максимум и теперь завожу эту прядку назад вдоль нашего каркаса и подкалываю к нашему каркасу все первая прядка готова теперь с другой стороны беру вторую и так я буду чередовать то с одной стороны и буду прядку укладывать то с другой если у вас много волос больше чем у меня у меня получилось 4 прядки у вас может будет получиться больше 6 там прядок вы смотрите по тому насколько вы можете растянуть во первых вашу прядку насколько много волос если у вас густые волосы вы можете сильно не стараться растягивать прядки у вас и так получится объемный пучок а если у вас такие же тоненькие волосы то лучше брать по толще прядки и сильно их вот так вот вытягивать тогда у вас получится больше объема выжать и вот так вот закалываю вторую прядку делю оставшиеся волосы на две части и также подкалываю предварительно их растягиваем если вы не мастера просто любите делать себе прически я вам рекомендую приобрести какой-то профессиональный лак сильной фиксации которые вам поможет быстро фиксировать вот допустим вот эти вот элементы которые я вытягиваю то есть я пшикнула все прядка зафиксировалась а с обычными лаками которые можно купить в магазине вы будете использовать много лака и будете долго мучиться у вас прядка не будет стоять то есть вы купите так как пользоваться вы не будете каждый день то вам очень надолго хватит таких лаков но это просто мой вам совет и подкалываю последнюю прядку это все делается на ощупь но еще параллельно я смотрю зеркало и все можно добавить аксессуар и прическа готова мне она очень понравилась меня очень понравилась себе с этой прической и теперь в любой непонятной ситуации я знаю какую прическу я буду делать очень надеюсь что вам тоже пригодится такой вариант и вы будете им пользоваться буду рада если будете отмечать меня в инстаграм мне будет очень интересно посмотреть на то как у вас получилась прическа также не забудьте подписаться на мой канал чтобы не пропускать мои видео если вам понравилась эта прическа то ставьте лайки напишите об этом в комментариях мне очень приятно получать от вас обратную связь меня это вдохновляет на новые видео правда и сегодня у меня было все с вами была лазница вика всем удачных причесок и пока целую а 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 Субтитры сделал DimaTorzok